Глубоко в лесах камбоджийской провинции Сиемриап над обширным комплексом археологического парка Анкор взмывают ввысь элегантные шпили древнего каменного города. Благодаря крупнейшему в мире, тысяча квадратных километров, храмовому комплексу, почти тысяча храмов, это одна из самых важных религиозных и великолепных археологических достопримечательностей на земле. Анкор считается важным источником национальной гордости камбоджийцев. Здесь находилась, построенная между Аэкс и 15 веками, великолепная столица Великой Кахмерской империи, что правило огромными территориями в Юго-Восточной Азии, от Мьинмы, Бирмы, до Вьетнама. Вероятно, в XI веке миллионный мегаполис Анкор был самым крупным городом тогдашнего мира. По неизвестным до сегодняшнего дня причинам в 15-м столетии город был полностью оставлен его жителями и забыт на несколько сотен лет. Лишь в 1860 году европейский исследователь Анри Муха совершенно случайно наткнулся на чудесные руины, утраченные посреди джунглей, и вернул их миру. Ученый писал, что это место – грандиознее, чем что-либо оставленное нам Грицею или Римом. Анкор-Вад – самый большой храм в мире Анкор был центром управления и поклонения божественному монарху. Город был спроектирован и построен на основе религиозных и политических концепций, импортированных из Индии и адаптированных к местным традициям. Анкор задумывался как символическая вселенная, структурированная по модели, предоставленной традиционной индийской, индуистской, космологией. Город был ориентирован вокруг центральной горы или храма пирамиды, символ горы Меру, дома богов, которая была архитектурным завершением природного холма в районе Пном-Бакхенг. Аналогичным образом центральная структура каждого храма отражала положение горы Меру. Внешние стены каждого храма напоминали горы, которые, как полагали строители, окружали край космоса или мира. Обширная система водохранилищ, каналов и рвов, которая была одной из наиболее заметных особенностей Анкора, служила главным средством контроля воды и орошения рисовых полей, хотя она также представляла и воды космоса. Многие храмы в Анкоре выражали индийские космологические и мифические сюжеты. Они были построены для того, чтобы обеспечить место для культов, благодаря которым короли и другие члены королевской семьи могли быть уверены в своем бессмертии, отождествившись с Шивой или одном из других выдающихся богов царства. Все пляжи Сиануквиля в Камбодже Анкор-Ват является самым большим и, безусловно, самым известным из всех храмов комплекса. Его высота превышает 213 метров. По сей день его значение очень важно для духовности жителей страны. Изображение храма даже вынесено на государственный флаг. Анкор-Ват был построен королем Сурьеварманом двумя в XII веке как огромный погребальный храм. В нем должны были храниться королевские останки, таким образом символически подтверждая его постоянную идентичность с Боргом Вишну. В третьем корпусе Анкор-Вата находятся барельефы, раскинувшиеся на сотни метров, на которых изображены сцены из Махабхараты и Рамаяны, а также сцена суда Сурьевармана. Сотни статуй Апсар, танцоров-ангелов, также украшают храм. По мере того, как значение Анкора-Вата в буддийской религии возрастало, возрастала и легенда, окружающая город. Многие буддисты верят, что строительство главного храма было предписано богом Индрой, и что работа была выполнена за одну ночь. Однако, ученые теперь знают, что понадобилось несколько десятилетий, чтобы построить Анкор-Ват, от этапа проектирования до завершения. Что посмотреть в Камбодже? В первую очередь строительство Анкора было огромным мероприятием, которое включало в себя добычу, тщательную художественную работу и много копания. Чтобы создать ров вокруг храма, было перемещено полтора миллиона кубических метров песка и ила, задача, которая требовала одновременной работы тысяч людей. Постройка зданий в Анкоре создавала свои собственные проблемы. Для их каркаса использовался жесткий материал под названием латерит. Он, в свою очередь, был покрыт более мягким песчаником, который использовался для вырезания рельефов. Эти блоки из песчаника были добыты на холмах Кулин, примерно в 30 километрах к северу от места строительства. Исследования показывают, что серия каналов использовалась для транспортировки блоков в Анкор. В течение более чем четырех столетий между разрушением древнего города и началом современного периода, то есть середины 15 века и до конца 19 века, интерес к Анкору был в основном сосредоточен на храме Анкор-Вад. Он, будучи захваченным и сохраненным в значительной степени буддийскими монахами Тхировады, стал одним из самых важных мест паломничества в Юго-Восточной Азии. Однако даже в этот период ряд ранних европейских путешественников проявили сильное любопытство по поводу «потерянного города». И, когда был установлен французский колониальный режим, 1863 год. Вся местность стала объектом пристального научного интереса. Работая сначала самостоятельно, а затем, в первой половине 20 века, под эгидой финансируемой правительством школы Экол Франсейс Декстрем Ориент, французская школа Дальнего Востока, группа французских археологов и филологов инициировала комплексную программу исследований. Они создали научную базу по истории города и сложной религиозной и политической системе. Археологи также осуществили трудную и кропотливую программу реконструкции, благодаря которой древний комплекс храмов, водохранилище каналов был частично восстановлен. Во время политических и военных потрясений второй половины 20 века в Камбодже храма Манкора был нанесен существенный урон. Но главной сложностью была проблема пренебрежения. Без надлежащего ухода здания стали жертвой растительности, а архитектурные элементы размывали дожди. В 1992 году ЮНЕСКО определила Анкор в качестве объекта всемирного наследия и добавила его в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, он был исключен из списка в 2004 году, как уже не находящийся под угрозой. Впоследствии были предприняты усилия по сохранению, организованные на международном уровне. Среди прочих, особое участие приняли представители Индии, Германии и Франции. Они внесли свой вклад в продолжающиеся усилия по восстановлению. В 1994 году район Анкора сканировался с помощью радара с американского космического корабля Индива. Это и последующие снимки дистанционного зондирования. В 1996 году выявили наличие до сих пор неизученных зданий и гидрологических сооружений. Используя эту информацию, дальнейшие археологические исследования в начале 21 века предположили, что гибель Анкора могла быть результатом деградации окружающей среды. Считается, что вырубка лесов и чрезмерное использование земли усиливают наводнение и заеление, что в конечном итоге подрывает жизненно важные для региона системы оросительных каналов. Анкор расположен примерно в 8 километрах к северу от современного камбоджийского города Сиемриап, в котором проживает более 200 тысяч человек. До него можно добраться по хорошим дорогам из Пномпеня. Сюда регулярно отправляются автобусы и такси. Те, кто предпочитает путешествовать на лодке, могут также совершить поездку из Пномпеня. Это займет примерно 5-6 часов, примерно столько же времени, сколько по наземной дороге. Аэропорт в Сиемриапе обслуживает Пномпень и выполняет регулярные рейсы за границу в Таиланд, Сингапур, Вьетнам и Лаос. Анкора открыт круглый год. Пик туристического сезона приходится на декабрь и январь, когда количество осадков существенно уменьшается, а климат наиболее благоприятен. Температуры могут взлететь весной и, как правило, достигают максимума в апреле перед сезоном мусонов май-июнь. Путешествовать во время мусона может быть неудобно. Сезон дождей после мусонов продолжается до октября, но дожди носят эпизодический характер и не должны сдерживать хорошо подготовленных посетителей, хотя некоторые отдаленные дороги могут размыться в конце сезона дождей. Зато фотографии во время дождя выглядят особенно красочно. Быстро растущий город Сиемриап является воротами Ванкор и полон вариантов жилья, ресторанов и туристических пакетов для всех бюджетов и склонностей. Туристические автобусы доступны для тех туристов, чьи маршруты совпадают с предлагаемыми, как правило, это посещение основных храмов Анкора. Те, кто заинтересован в изучении более отдаленных и непроходимых маршрутов, могут арендовать автомобили или мотоциклы с водителями или гидами, которые также могут предложить маршруты. Можно совершить уникальную экскурсию на воздушном шаре, с которого легко увидеть грандиозный дизайн комплекса Анкор. В настоящее время памятник Анкор посещает порядка миллиона туристов каждый год. Многие приезжают сюда рано утром, чтобы запечатлеть восход солнца над тем, что до сих пор является магическим и духовным местом буддистов. Камбоджа – невероятно безопасное место для путешествий. Мелкие кражи, включая похищение сумок – наиболее распространенный вид преступлений в Камбодже и в храмовом комплексе Анкор в частности. Туристы могут столкнуться с назойливыми детьми, пытающимися продать сувениры. Стоит держаться от таких подальше. В жаркую погоду лучше захватить с собой побольше питьевой воды. Также рекомендуется приобрести перед поездкой страховой путь.